Христос воскресе! Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с Днем памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Город Мир Ликийский, где святитель Николай был архипастырем, уже в течение многих веков находится в руках людей, которые не исповедуют христианскую веру. И в XI веке мощи святителя Николая, которые благоговейно хранились в этом городе, были оттуда похищены и были перевезены в итальянский город Бари, где они пребывают под спудом до сего дня. Над этими мощами была построена большая базилика, состоящая из двух уровней. На нижнем уровне, непосредственно над мощами, располагается Святой Престол, а наверху есть большая базилика, в которой совершается богослужение. На протяжении многих веков это место сохраняется монахами-доминиканцами, но множество православных паломников приезжает туда, и православные архиереи и священнослужители имеют беспрепятственную возможность совершать богослужения на мощах святителя и чудотворца Николая. А эти святые мощи обладают особой чудотворной силой и источают благоуханное мира. И каждый год это мира собирают и потом небольшими частицами, растворив водой, раздают верующим. И на протяжении многих веков поток паломников к мощам святителей и чудотворца Николая не иссякает. А с чем это связано? Прежде всего с тем, что святитель Николай имеет особый дар от Бога. Он откликается на молитвы людей, он приходит на помощь в самых трудных, тяжелых, трагических обстоятельствах, он помогает людям в испытаниях, он помогает людям в их ежедневной жизни. И многие из нас на собственном опыте убедились в том, как скоро наслышание святитель Николай, как быстро он откликается на наши молитвы и как он не пренебрегает даже самыми малыми просьбами, с которыми мы к нему обращаемся. Это особая харизма, особый дар, которого удостоен святитель Николай. И именно за это его почитают многие люди во всем мире. Не только православные христиане и католики, но и представители иных христианских конфессий и даже люди, далекие от христианства, принадлежащие к иным верам. Даже и они почитают святителя и чудотворца Николая. А на Руси, как известно, это был самый почитаемый святой, который стоял в народном, в народной иерархии святых на третьем месте после Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Святитель и чудотворец Николай и сегодня слышит наши молитвы, откликается на наши просьбы и приходит к нам на помощь. И известно множество случаев, когда по молитве святителю люди избавлялись от опасности на море и на суше, когда по молитве святителю люди чудесным образом избавлялись от болезни и известно много случаев, когда святитель Николай приходил на помощь к людям, обращавшимся к нему с горячей и слезной молитвой, а иной раз приходил на помощь и к тем людям, которые не знали его, которые не молились ему, а просто вдруг неожиданно он появлялся в том месте, где он должен был появиться и люди даже не всегда распознавали его, что это именно святитель Николай, только потом они понимали, что он пришел к ним на помощь. И я думаю, что в жизни многих из нас были такие случаи, когда святитель Николай чудесным образом приходил к нам на помощь, когда он нас спасал от беды, когда он откликался на наши молитвы, когда он доставлял нам то, о чем мы просили или даже не просили. Мы почитаем святителя Николая как одного из великих святых Древней Церкви, и не случайно его святые мощи несколько лет назад были принесены в Россию, в Москву и в Санкт-Петербург, где им поклонилось более двух миллионов человек. И это было великое свидетельство всенародного почитания любимого всеми людьми святителем. Поток людей к его мощам не иссякал. Очереди иногда достигали длины в несколько километров и опоясывали храм Христа Спаситель в несколько поясов. Люди стояли по восемь, по десять, по двенадцать, по шестнадцать часов и не утомлялись в этих очередях. И даже в то время, когда люди стояли в очередях к мощам святителя, совершались чудеса. И многие такие чудеса сегодня известны. Будем просить святителя и чудотворца Николая о том, чтобы он всегда оставался к нам так же близок, как он был и есть на протяжении многих веков. Будем просить его о том, чтобы он помогал нам в нашей повседневной жизни, чтобы он приходил к нам на помощь, когда нам тяжело, когда приходит скорбь или болезнь, когда приходят испытания или тяжелые обстоятельства, когда у нас опускаются руки и не хватает наших собственных сил на то, чтобы нести наш жизненный крест. Будем просить его о том, чтобы он всегда оставался так же близок к нам и так же откликался на наши молитвы, как это происходило на протяжении многих веков. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!